Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Время летит так быстро, что человек не замечает, как меняется мир и люди вокруг него. Говорят, чужие дети растут быстро, но еще быстрее растут собственные. Отцы и дети. Извечный вопрос актуален уже много тысяч лет. Об этом будет наша сегодняшняя передача «Недетский разговор». Сегодня с вами в студии телеведущая Дарья Корниенко и Анишева Ильяна. Давайте начинать! Давайте! Сегодня у нас в студии представители подростков и детей, а также родители, психологи, эксперты и просто взрослые люди, которым неравнодушен этот вопрос. И мы вместе сегодня постараемся найти решение тех вопросов, которые будут озвучены. Давайте начнем обсуждение с темы конфликтов. Предлагаю стороне детей вспомнить конфликтные ситуации, которые происходили у вас в семье. Большинство конфликтов имеют под собой общую основу. Как правило, это противоречие в системе мышления взрослого и младшего поколения. То есть, если, например, некоторые вещи, которые нашим поколениям воспринимаются вполне приемлемо, вполне обыденно, в их понимании они не укладываются в ту потребность быта, которая должна быть. Приведу пример. К примеру, зачастую проходят разного рода какие-то неординарные, скажем так, мероприятия среди учеников моего возраста и так далее. И зачастую родители, лично мои, не говорю за всех, лично мои, не всегда понимают суть и в целом то, как важно принимать участие в подобных мероприятиях. И за счет этого относятся к моему участию в них несколько скептически. Это ни в коем случае не говорит о каких-то их недостатках и так далее. Это лишь говорит о противоречии их систематике мышления, их системе мышления, которая выработалась в обстоятельствах их быта. И в свою очередь о моей систематике мышления, которая в моем быту, в свою очередь, выработалась. То есть это связано, во-первых, ну как минимум с тем, что примерно в тот период, когда учились мои родители, когда они были моего возраста, то есть времена Советского Союза, это были времена, когда общество было несколько однородным. То есть в целом не было какого-то выделения, не было какой-то конкуренции на какой-то основе. Сейчас это имеется, это имеет очень важный аспект. Вот, к примеру, недавно у нас, вот к примеру, когда проходили выборы президента школы, я изначально, ну как бы одним из первых принял в них участие, и мои родители, ну, несколько скептически к ним отнеслись, скажу так. Вот, разумеется, они как бы поддержали мои какие-то стремления к каким-то моим определенным целям, но, как бы да, было видно, что их отношение, ну, несколько сухое. Вот. Это, в свою очередь, не вызвало конфликты, но, как бы, вызвало противоречия уже между, ну, нашими какими-то позициями в этом вопросе. Спасибо большое. Есть ли еще у кого-нибудь? Недопонимания в нашей семье происходят практически каждый день, они мелкие, но они происходят. Допустим, я хочу на ужин, там, пасту карбонару, ну, вот, к примеру. А мама готовит обычную гречку, и все, начинается боль, слезы, мама, как так, ты меня обидела. Ну, такое случается. Но в мае прошлого года прям произошло сильное недопонимание, про которое я хотел бы рассказать. Это, когда я прошел отбор на фестиваль «Большой перемены», он должен был проходить 1 июня, прям в день моего экзамена по биологии. Я тогда был в 9 классе, и, естественно, я говорю, мам, пожалуйста, я очень хочу, там будут все мои самые-самые лучшие друзья, там будет классная программа, 5 дней, в классном отеле, 5-разовое питание, просто шикарно. Но, естественно, мама мне запретила туда поехать, потому что все-таки экзамен по биологии я мог, естественно, сдать в резервный день, но, скажем так, атмосфера уже, допустим, если я бы сдавал бы в своей школе, то, конечно, там знакомые лица, знакомые, там, допустим, одноклассники, знакомая школа, то, естественно, это более предполагающая, наверное, атмосфера, и сдать легче экзамен. Но в Черкесске было бы все по-другому, и поэтому моя мама хотела, чтобы я сдавал именно в нашей школе экзамен, и все-таки общими решениями я, конечно, был против, но мы решили то, что я не поеду на этот слет. Такая вот история. Спасибо большое. Мое недопонимание чаще всего происходит с моей бабушкой относительно моей будущей профессии. Моя будущая профессия не требует как такового профессионального обучения, это всего лишь прохождение курсов, но моя бабушка, она мне даже, по сути, не бабушка, а прабабушка, и у нее вот серьезная установка, надо пойти в университет, окончить его, даже не колледж, и она в плане образования очень сильно давит, хотя моя мама в этом плане спокойно относится, она не против того, чтобы я пошла по той профессии, которая мне интересна, чтобы я окончила конкретно курсы, но частенько у нас с бабушкой мы очень хорошо ладим, но в этом плане случаются конфликты. Спасибо. Вернемся к вашему вопросу чуть позже. А теперь хотелось бы услышать мнение экспертов по этому поводу. Ну, несомненно, конечно, всегда были споры и всегда были непонимания между возрастными поколениями. Естественно, сейчас время, когда молодежь развивается, у них много возможностей, намного больше, чем было в наше время и во время старшего поколения. И, конечно же, незнание и боязнь неизвестного всегда пугает. Поэтому мне такой совет молодым, что необходимо разговаривать со своими старшими, рассказывать о ваших событиях как можно чаще и, конечно же, относиться с пониманием к тому, что они могут что-то не воспринимать правильно, могут воспринимать что-то не так, как вы хотели бы. Но, естественно, ваша задача — донести эту информацию, то есть разговаривать. Это самое важное. Спасибо большое. Как вы думаете, что является таким моментом, значимым, чтобы выстроить контакт со взрослыми, с родителями? Может, вы приходите к каким-то недопониманиям из-за разницы в возрасте или из-за разных взглядов на ситуацию? Люди принципиально на разных уровнях мыслят. И для того, чтобы выстроить какой-то контакт, нужно одной из сторон, будь то родителям или же детям, в каких-то вопросах ставить себя на место родителей или же на место детей. Как бы прислушиваться к их позиции, может быть, даже что-то уяснять из нее, соглашаться. Только, на мой взгляд, это может решить недопонимание между старшим и младшим поколением. Спасибо большое. Ну, согласись, большинство подростков сейчас, особенно 13-14 лет, они имеют свою точку зрения, они считают, что именно эта правильная точка зрения. И я не уверена, что подросток с бушующими эмоциями и гормонами готов стать на точку родителей, ведь он считает, что именно его точка правильная. Поэтому здесь я считаю, что больше уже зависит от родителей, нежели от детей. Я считаю, что разные взгляды на ту или иную ситуацию возникают как раз в силу разного возраста. То есть раньше у наших родителей, бабушек все было совершенно по-другому, нежели сейчас. То есть каждый день появляется что-то новое. Поэтому, на мой взгляд, эти два понятия объединяются и получаются как раз разные взгляды на ситуацию. Ну, я считаю, тут в основном надо думать не о человеке, не в плане его возраста, вот у него там по-другому было. Надо думать о том, что он сам через это прошел, у него это было. Надо думать об этом как в плане его мнения на этот счет и его личный опыт. Возможно, надо обсудить, чтобы человек поделился с тобой своим личным опытом, а не так, что думать, типа, вот, да, у них там по-другому как-то было, и из-за этого они не могут понять меня. Давайте теперь выслушаем мнение самих взрослых и родителей. Что они думают на этот счет? Нет. Проблема на самом деле острая, существует она практически с момента зарождения человечества и, скорее всего, будет существовать конфликт. Есть своего рода двигатель прогресса, но насколько конфликт сложный, да, вот мы можем просто его минимализировать, убрать полностью мы не можем. И самое главное, вот как заметили ребята, это разговаривать. Самое простое, самое сложное, это разговаривать. А что надо для того, чтобы научиться разговаривать? Конечно, у подростков, как вы заметили, гормональный сбой, отсутствие определенного жизненного опыта, у родителей, наоборот, опыта гораздо больше. И это все усугубляет конфликт. Как в этой ситуации выйти? Традиции, обычаи, традиционное воспитание, вот мне кажется, это является единственным возможным спасением раз. Традиции, обычаи обуславливают то, что авторитет старших не зыблем, но в то же время старшие должны понимать, вот я председатель совета отцов, я у себя дома и на работе как председатель совета отцов, и я еще и занимаюсь поиском без вести пропавших людей, к сожалению, и дети тоже часто пропадают. Вот я всегда общаюсь на «ты», и со мной я прошу, чтобы общались на «ты». Вот диалог на «ты» может только привести к хорошему. И диалог, когда старший думает, что он еще маленький, он маленький, но он такой же человек, как и ты. Может, у него жизненного опыта меньше, но он должен его получить. И ты, ограждая его, создавая ему своего рода тепличные условия, вгоняешь просто этого человека в беду. Надо уметь разговаривать, надо научиться это делать. И насколько мы быстро это сделаем, от этого зависит наше будущее. А что же нужно сделать, чтобы родители начинали разговаривать со своими детьми? Сама проблема отцов и детей, я думаю, она была, есть и будет. И нет-то единой какой-то формулы, которая являлась бы панацеей, наверное, от всех вот этих разногласий. Каждое поколение, каждое поколение, оно по-своему уникально. Почему? Потому что оно растет, живет в какой-то своей системе координат, в какой-то своей системе ценностей. И, естественно, с ходом времени, с развитием прогресса, скажем так, эта система, она постоянно как бы меняется. То есть та система, в которой мы росли, она уникальна, она уже никак не повторится для наших детей. Наши дети растут в абсолютно другой системе, и поэтому разногласия, конечно, были, есть и будут. От этого никуда не уйти. Единственное, что, как коллега Али Магомедович заметил, нужно разговаривать. Но здесь я бы еще отметил, что нужно научиться не просто разговаривать, говорить, а нужно научиться слышать. Не слушать даже, а слышать. Зачастую проблема в основном в этом и есть, когда мы не хотим услышать другого, ну, скажем так, собеседника. И снова вопрос к старшему поколению. У вас большой жизненный опыт общения и воспитания детей. Так какие же советы или даже секрет вы можете рассказать о воспитании ваших детей? Спасибо. Добрый день. Я бы хотел одну из традиций своей семьи рассказать. Я являюсь многодетным отцом, и у меня три сына. И каждый ребенок индивидуален. И в любом случае, когда вы с семьей вместе, все вместе, не получается оказать равное внимание всем детям. Да, соответственно, у меня традиция построена следующим образом. Каждую неделю я беру одного из ребенка. Да, одного из ребенка беру с собой и выезжаю куда-нибудь в город, неважно куда. И, соответственно, по пути следования уже диалог завязывается. И какие проблемы у него есть по школе, спорте, неважно. Диалог выстраивается. Как сегодня сказал психолог, самое главное качество сегодня – выстроить диалог. Я считаю, что это один из способов, который работает, действительно работает. И каждый ребенок со мной делится практически любой информацией, кроме сокровенного. Что касается молодежи, да, сегодня много информации от них поступило, но я считаю, что все-таки одна из наибольших их ошибок – они оценивают родителей. Да, любой родитель, который воспитал ребенка, либо воспитывает, либо воспитывает, он уже является профессиональным медиком. Почему? Потому что детев, когда подрастает, оно всегда болеет. И любой родитель, любая мама, любой отец скажет, какие лекарства ребенку нужны. Сегодня, завтра и послезавтра. Соответственно, так же, как и родители, мы каждый день развиваемся, как и любой педагог. Да, чтобы сегодня донести до молодежи ту или иную информацию, вы же сегодня у педагогов обучаетесь, и они развиваются. А педагоги зачастую уже возрастные люди. Поэтому нужно не давать оценку родителям, педагогам, а нужно в первую очередь за собой следить и уметь рассказать, и донести до родителей, и до любого человека свои претензии и свои недовольства. Спасибо. Вы должны не забывать, что дети – это наше отражение. И если не получается выстраивать диалог с детьми, да, они сейчас импульсивные, они энергичные, у них много увлечений, которые нам не понять взрослому поколению. Но если вы хотите что-то донести до своих детей, и показать своим примером необходимо, что делать, как вести себя, начиная от поведения, той же проявления агрессии, проводите больше времени с детьми. Совместная деятельность всегда сплочала людей. И, конечно же, очень важно, особенно обращение к папам, что своим примером вы можете показать, как вести себя тому же мальчику, не употреблять спиртные напитки, не курить. То есть когда мы говорим «не делай так», а сами зачастую совершаем эти же ошибки, естественно, дети перестают нам доверять. И не забывайте, что всегда вы идеал для своих детей. Да, они не озвучивают, они не говорят, что любят очередной раз, но тем не менее они смотрят и следят за вами, как вы себя ведёте, и подражают, и воспринимают те нужные или ненужные качества, которые есть у вас. Поэтому, уважаемые родители, начинаем воспитание с себя. Спасибо большое. Я вот сижу, слушаю, как всё осознанно, все такие принимающие, понимающие, на самом деле, очень нравится сторона детей, которые же сами задают вопросы, на них отвечают достаточно осознанно, и родители тоже, естественно. Но в моей практике, например, встречаются, к сожалению, родители и дети, которые не умеют налаживать вообще контакт, они не умеют разговаривать. И очень трудно с ними в плане того, чтобы они всё-таки начали слушать друг друга, как здесь все говорят, потому что они не умеют выражать эмоции, они не умеют говорить про свои чувства друг к другу. К сожалению, это с менталитетом связано, или с чем я не знаю, но очень часто такое встречается, на самом деле. И про доверие, то, что здесь было сказано, о доверии — это основа всех отношений, не только детско-родительских, мы все это знаем. Но, к сожалению, у нас получается, что и авторитет родителя падает, и уровень доверия падает из-за того, что иногда бывает, что родители не сдерживают каких-то обещаний. Элементарно с детства, например, родитель не купил шоколадку, которую обещал, получается. Для родителей это ничего не значит, а ребёнок это запоминает практически достаточно надолго, скажем так. Поэтому, да, нужно разговаривать, учить разговаривать, и разговаривать о чувствах, эмоциях с детства, с самого начала. То есть это здесь уже работа родителя получается, соответственно. Я являюсь представителем национального центра по Карачаево-Черкесии, национальный центр помощи детям. И мы проводим очень большую профилактическую работу с детьми. И, знаете, по школам работаем, по садикам, по всем учебным заведениям большую работу проводим. Но вся работа наша, прошу прощения, идёт коту под хвост, когда родитель перебегает дорогу в неположенном месте вместе с ребёнком. То есть мы потеряли время, мы потеряли средства, ресурсы. Мы, общественная организация, смогли донести до ребёнка, что переходить дорогу надо в положенном месте. А тут мама ребёнка одним своим, получается, движением. И всю нашу работу, и практически будущее этого ребёнка загоняет в беду. И, казалось бы, что тут такого, да, каждый из нас нарушает правила дорожного движения, к сожалению, но беда начинается с малого. Ты сегодня нарушил правила дорожного движения, завтра ты ещё что-то сделаешь. И вот это, наверное, самая страшная проблема. То есть для того, чтобы объяснить детям что-то, нам, наверное, сначала надо объяснить, донести до родителей. И потом уже разговаривать с детьми. Давайте же обсудим, какие традиции в вашей семье являются сплачивающими. Какие для вас самые такие интересные, необычные этот вопрос к обеим трибунам? Когда мы у кого-либо день рождения, мама постоянно, папа всегда готовятся ночью. А с утра, когда ты ещё спишь, заходят в твою комнату с музыкой, с цветами, не знаю, с шариками. Я помню, я проснулась так, и у меня полностью эта комната вся в шариках. Ой, здорово было, до сих пор помню. Потом, на примере родителей, мы также стараемся готовиться. Как-то вот у мамы было день рождения, у папы, у бабушки такие ночью тоже надули там сто шариков. То ещё что-то сделали, наутро все полопались, но всё равно эти старания как-то вот оценили. В общем, такая вот у нас довольно милая традиция сформировалась в нашей семье. Спасибо большое. Большое. Мы на разные народные праздники собираемся в нашем, ну, можно сказать, родовом гнезде. То есть это могут быть аулы там, откуда наш род происходит, да. И мы там собираемся, мы едем туда, мы отдаём дань памяти нашим предкам, которые, ну, сотни лет проживали на этой земле. Из поколения в поколение выращивали новые. Я в детстве не особо обращал на это внимание. Единственное, что трогало меня в подобных мероприятиях, ну, это, разумеется, собраться с семьёй, там, какие-то моменты обсудить, недопонимание в том числе, вместе как-то сплотиться, да, в неформальной обстановке. Но в последнее время я начал замечать у этого, ну, не побоюсь этого слова, какую-то сакральную составляющую, что мы являемся потомками, ну, каких-то вот особенных культурных, ну, этносов, да, каких-то культурных, каких-то культурных, вот, как сказать, сред, да, достояний, да. И мы отдаём им дань, при этом не забывая о развитии и о том, что мы идём вперёд. И это меня очень воодушевляет, это мне очень нравится. Спасибо. Я, на самом деле, полностью согласна с тем, что для нас, для молодёжи очень важно не забывать о своих корнях, потому что мы являемся продолжением, и то, что вкладывают в нас, впоследствии мы тоже должны вкладывать в своих детей. Вот, как сказали уже насчёт дней рождений, то есть не только эти дни рождения, остальные праздники такие, как, пусть даже будет 23 февраля, 8 марта, есть такие традиции у нас. Мы все не просто семьёй нашей, а огромной роднёй, это прям двоюродные, троюродные множество людей, собираемся где-нибудь, то ли едем на рыбалку, то ли едем просто вот на пикник, к Кубани спускаемся, вот просто так с пледами спускаемся. И вот это тоже очень сильно сплочает, то, что мы разговариваем друг с другом, то, что мы проводим время вместе. Мне кажется, именно вот времяпровождение с людьми — это вот самое главное. В нашей семье появилась не так давно, с 2014 года такая интересная традиция, как Крым присоединился к России, и благодаря нашим родственникам, в общем, мы позволяем нашим детям месяц, бывает два месяца отдыхать в Крыму. То есть это необычная традиция, где мы находимся только своей семьёй, это очень сплочает. Да, действительно, очень необычная традиция, спасибо. Можно я добавлю? Традиция эта хорошая тем, что мы вместе с детьми можем в неформальной обстановке выйти, порассуждать. Бывает, затронуть те темы, которые ты дома в обыденной жизни не сможешь, потому что нехватка времени как у взрослых, так и у детей. И вот в такой неформальной обстановке и дети раскрываются, и родители видят где-то свои ошибки. И самое главное хочу добавить, что нужно уметь просить прощения. Даже если ты взрослый, и говорить об этом, дети, что мы тоже с вами растём, с вами учимся, с вами ошибаемся. И с вами вместе понимать друг друга тоже будем учиться, потому что это действительно настоящее мужество, когда отец, семейство или мать признаёт свою ошибку и просит прощения у ребёнка, видя свою неправоту. И вот в таких любвеобильных отношениях и складываются взаимоотношения детей и взрослых. И я думаю, что такие традиции очень нужны нам. Недавно я стараюсь, с недавнего времени стараюсь в жизни вести наши взаимоотношения. Такие традиции, как вот уже говорили, что по одному из детей, у нас тоже трое детей, двое мальчиков и старшая дочка, выходить просто в кафе или просто куда-то выйти погулять и расспросить просто, как дела, что беспокоит и прочее на любые темы. И это тоже очень помогает, сближает. Вот. И я думаю, что просто не надо бояться, что вы не поймёте кого-то из детей или дети вас не поймут. Всё намного ближе, потому что это ваши дети, а мы их родители, и просто нужно проявлять любовь. Самое главное — любить детей. В нашей студии сегодня есть семья Беловых, и к нам пришли представители нескольких поколений. Бабушка, родители и детки. Людмила Владимировна, у меня вопрос к вам. Стараетесь ли вы учить своих внуков, своих детей? Рассказывайте вы им о своих ошибках каких-то, взлётах и падениях, чтобы они учились на вашем опыте. Я, конечно, стараюсь своим опытом делиться. Ну, сейчас же поколение совсем другое, не то, что когда-то я воспитывалась. Там было совсем всё по-другому, сейчас дети совсем другие. Поэтому где прислушиваются, а где нет. Дочь воспитывает не так, как я воспитывала. Она немножко по-другому сейчас, посовременнее как-то. Ну, я хоть и стараюсь говорить им, как вот меня воспитывали, как я воспитывала своих детей. Ну, не всегда получается, чтобы они исполняли это. Я стараюсь как бы брать за основу так, как меня родители воспитывали, но облагораживать с помощью новых каких-то технологий, новых каких-то советов наших специалистов, психологов. Читаю много книг, советов разных. И что приемлемо нашей семье, я стараюсь применять. И действительно это получается. Потому что новое поколение, оно по-другому и воспитывается, и живёт. И того, что ценно было для нас, для них уже это не ценно. У них ценность другая. Поэтому мы стараемся традициями привлекать любовь к тем нашим ценностям, которые мы с детства перенимаем от наших родителей, из поколения в поколение. Когда-то давно я попала в семью спортивную. Я человек, который совсем не занимается спортом. И вот это вот увлечение спортом всей семьи, дедушка, бабушка, тёти, дяди, настолько меня увлекла. Я так и не принимаю участие, я просто созерцаю это, болею, переживаю за них. Но это настолько объединяет всю семью. Они все занимаются волейболом. То есть и дедушка, и бабушка, все ездят на соревнования. Сейчас мы живём в разных местах, но вот они приезжают к внукам, к своим на соревнованиях, болеют, переживают за них, что-то пытаются подсказывать. Помимо этого занимаются теннисом, обязательно активно проводят выходные дни. Не просто там смотрят телевизор, гуляют по Архизу, по Дамбаю, а именно спорт в нашей семье является основной традицией. И это сплачивает, наверное, ещё больше. Общие интересы детей и родителей – это, наверное, главное в жизни. Я хотела бы сказать, я сама педагог. Мама моя педагог. И моему ребёнку приходится жить в среде, где все педагоги. И дома все, каждый его воспитывает, конечно, с каждой со своей стороны. Бабушка, конечно, которая пронесла 40 лет службы в школе, конечно же, его воспитывает в своём мировоззрении, как она считает правильно. Но при этом, при всём, я стараюсь его личное пространство не нарушать, его мнение, к его мнению прислушиваться и где-то как-то корректировать. Конечно же, традиции тоже стараюсь есть, которые у нас в республике, чтобы всех в традиции придерживались. Надеюсь, получится хороший человек. У меня немного, наверное, такое обращение. Наша замечательная Российская Федерация, и в том числе и многонациональная Карачаева Черкесия, очень богата традициями, очень богата своим наследием и своей историей. И очень важно, чтобы мы, родители, говорили не только о своих традициях и о своих обязательствах перед своим народом, но говорили про все народы, живущие в Российской Федерации, так как нужно предупредить именно межнациональные конфликты. И, как говорили, профилактика – это самая лучшая работа. Лучше предупредить, чем потом исправлять негативные какие-то события. Спасибо большое. Спасибо большое. Вернемся к нашим вопросам. Очень часто родители своим авторитетом или мнением давят на детей. В частности, это является выбор профессии. Дети зачастую идут на поводу своих родителей, а потом страдают из-за этого. Есть ли у нас в студии похожие примеры или истории из жизни? Как я ранее говорила о конфликтах с бабушкой насчет моей профессии, с мамой такого не возникает. Но бывает, все-таки настаивают, как сказать, на компромисс, пойти на какую-то профессию, которая меня в целом устраивает, потом по ней дальше не работать, а именно работать по той, в которой я заинтересована. Но меня это тоже не устраивает, потому что я, по сути, потрачу несколько лет на то, что мне неинтересно. Возможно, даже средства потрачу на это, потому что не было какого-то строгого только на бюджет. Можно пройти на платное, но, по сути, те деньги, которые я бы могла потратить на курсы, которые мне позже пригодятся, возможно, для открытия своей студии пойдут на образование, которое, может, даже если мне понадобится, я в нем не буду заинтересована. Но я хотела бы в основном затронуть тему того, вот в Карачаево-Черкесии я заметила частенько девочек отправляют в мед, а мальчиков, да, на юристов отправляют. И если мальчиков отправляют на это потому, что, ну, вот пойдешь по этой профессии, то девочек зачастую отправляют в мед и не говорят, что ты дальше будешь работать по этой профессии, просто эту профессию считают благородной, и девочку захотят взять замуж, по сути, даже не думают о том, что она будет работать по этой профессии, а она, может, хочет другого, или мальчик не заинтересован в юриспруденции. Вы знаете, вот я сейчас слушаю аудиторию и понимаю, насколько молодежь у нас прекрасна. Она умеет говорить, она умеет отстаивать свою позицию, и наверняка умеет даже, отстаивая эту позицию, спорить. Я вам хочу сказать, вот на своем личном примере, к сожалению, да, такое несколько, в продолжение вот девушки, которая сейчас говорит, пример несколько отрицательный. Я, как родитель, который вроде бы соблюдал традиции, разговаривал с ребенком, но был уверен, причем на 100%, что у ребенка определенный тип характера, склад ума, и она почему-то должна была, как у меня это сложилось в голове, должна быть экономистом, либо финансистом. Ну, потому что у меня логическое мышление, и я был уверен, что у нее то же самое. Но трагедия произошла несколько позже, когда она закончила первые 4 года, она взяла диплом, принесла, отдала мне и сказала, папа, это твой диплом, я отучилась, это для тебя. Я творческий человек, и хочу заниматься совершенно другим. Я уверен, что девушка права, и в нашей республике, это наиболее актуальная тема, когда родители, испытывая какие-то свои эмоции, какие-то свои личные взгляды, какие-то традиции даже, я вам скажу, ведь медики это, хорошо, что будет медик в семье, мышление у родителей такое. Хочет ли этот человек быть медиком? А потом мы приходим в медицинские учреждения, и задаем вопрос, а почему нас непрофессионально обслужили, почему нам поставили не тот диагноз? Да потому что ребенок идет, отучился 6 лет, пришел и занимается нелюбимым делом. Мой совет такой, конечно же, спорить, ну, не всегда получается с родителями. Разговаривать, конечно, да. Отстаивать свою позицию, конечно, да. Ищите способы убедить родителей в том, чем вы хотите заниматься, что вам нравится и к чему вы относитесь к любовью. Только тогда человек счастлив, когда он занимается любимым делом. Все остальное – это бессмысленная трата времени, это трагедия, это разбитая судьба. И к родителям обращаюсь вот именно с этим посылом. Слушайте своих детей, обязательно занимайте их точку зрения и подумайте о том, хотите ли вы видеть своих детей счастливыми, и если вы хотите, чтобы они были счастливыми, то надо разговаривать, надо слушать. У меня все. Спасибо большое. У нас тут еще есть мнение. Я соглашусь с вами и хотелось бы добавить, что родители ставят ребенка очень часто перед фактом, что вот ты будешь работать и учиться на определенную профессию. Возможно, это случается потому, что это какая-то несбыточная мечта мамы, папы, бабушки и так далее. Но я бы хотела дать совет именно родителям. Пусть лучше ваш ребенок сделает выбор сам, пойдет туда, куда хочет он. Возможно, он ошибется, в будущем захочет переквалифицироваться, но это будет его опыт, это будет его ошибка, это будет в первую очередь его выбор. Спасибо. Я полностью с вами соглашусь, как педагог, как психолог могу сказать одно. Вот то, что я наблюдаю постоянно. Амбиции у родителей зашкаливают. Дети должны идти у них на поводу. А детей мы постоянно видим несчастных. К сожалению, я вижу, например, несчастных детей. Почему? Детей не слышат. Дети же... Мы должны понимать, что дети это такая же личность. Да, мы считаем, что они маленькие, но это личность. Мы должны как-то считаться с ними. Ну, как я могу сказать, из личного опыта дети, они вот иной раз, они дают дельный совет, чем мы взрослые. Иной раз надо прислушаться родителям к своим детям. Все же такие дети, это наше будущее. А будущее иногда, я думаю, далекое наше, не далекое наше, но это наше будущее. Когда мы, наоборот, состаримся, будем смотреть на своих детей, а дети на нас. То есть, вот этот круг, вот этот круг, который вообще не кончается, есть начало, но конца нет. Это дети наше будущее. Так как дети наше будущее, мы должны с ними все время разговаривать, дети должны уметь проговаривать, мы должны научиться слышать детей наших. И тогда, я думаю, все у нас получится. Ну, хотела бы немножко сказать о защиту родителей. Естественно, те профессии, которые требуют от наших детей родителей, это бюджетная сфера, это стабильность, потому что ваши родители росли в то время, когда не было этой стабильности. Им кажется, что они пойдут в медицину, педагоги, правоохранители органов. Это там, где вы не останетесь без куска хлеба, там, где у вас всегда будет работа. И о многих профессиях ваши родители даже не знают. На самом деле, в психологии есть такое направление профориентология, где вы можете посетить психолога, пройти тест профориентации и показать родителю, какая нужна вам профессия. Не только какую хочет родитель, не то, что вы хотите, а то, что вы еще сможете освоить. Потому что есть три спектра, да, могу, хочу и надо. И нужно, чтобы они все состыковались. И всегда есть компромисс. И мои такие рекомендации, конечно, говорить родителям о своей профессии, почему вы выбрали именно ее. И если не получается донести, тогда берете своего родителя, идете к профориентологу, проходите тест вместе с ним, чтобы родитель наглядно видел, почему вы хотите освоить эту профессию, почему именно эта профессия вам нужна. Конечно, как и у любого ребенка, у меня тоже год назад возникла проблема с профориентацией. То есть с детства я понимал, что мое призвание – это врачевание. Я это твердо знал, потому что я сам этого хотел. Я всегда слушал в пятом классе даже лекции о медицине, о гистологии, о анатомии и так далее. Но, например, год тому назад в таком подростковом возрасте у меня такая несостыковка возникла. То есть я подумал, а надо ли это мне? И тогда я благодарен своей маме. Мы вместе сели за стол, взяли лист бумаги и написали все профессии, в которых я бы мог увидеть себя. то есть будь то культура, юриспруденция, экономика. И все же в конце я убедился, да, мой выбор верен, и я иду по верному пути. У нас сегодня в студии есть представитель Совета Отцов, и сейчас вопрос будет адресован именно вам. Отец. Что значит отец и отцовская любовь? Что это такое? Отец. Это чрезмерное счастье. Ребята, особенно мальчики, подражайте своим отцам, своим старшим, вашим родам, вашей семье, мужчинам. Каждый отец всегда хочет всеми правдами и неправдами в своего ребенка вложить все, буквально все, лишь бы он был счастлив, лишь бы он вырос счастливым человеком, глубоко уважаемым. Конечно, спор между родителем и ребенком будет всегда ну, я вас прошу, научитесь прислушиваться к своим родителям. Не один, ну, если говорить в целом о семье, об отце, ни один отец в нормальной семье никогда своему ребенку плохое не пожелает. Прислушивайтесь, слушайте, подражайте своим родителям. Быть отцом – это великое счастье. Мы должны уважать, любить, научиться уважать, любить, ценить друг друга внутри семьи. Тогда мы будем любить и уважать вне семьи, в городе, в стране. Отсюда и получается весь этот патриотизм, любовь к родине, любовь к другу, это уважение друг к другу. И это все, в принципе, вкладывается отцами. Мать, она хранительница отчая, она всегда приголубит, приласкается, скажет, все хорошо. Отец всегда, как глава семьи, он всегда ваш наставник. Спасибо большое. Я уверена, что есть еще мнение, которое может дополнить. Знаете, я, наверное, не делил бы отцовское счастье или материнское, это и есть, наверное, общее родительское счастье и для родителя, и для отца, и для матери, конечно, самое большое счастье это видеть своих детей здоровыми, видеть своих детей успешными, видеть своих детей довольными, скажем так, или состоявшимися. Ведь, по сути, самое главное, какие бы противоречия не были бы между отцами и детьми, между поколениями, самая главная роль старшего поколения это заложить фундамент, который состоит из традиционных, присущих нам ценностей. То есть, это тот же патриотизм, та же любовь к родине, тот же, как бы пафосно ни звучало, тот же интернационализм, например, вот это именно тот фундамент, который позволяет потом вырасти гражданина, скажем так, своей родины, патриота истинного своей родины. И, конечно, любой родитель будет очень счастлив видеть состоявшегося вот именно гражданина, патриота, взрослого человека в своем ребенке. Спасибо, спасибо большое. К сожалению, сейчас в России растет количество семей, где только один родитель. И зачастую это мама. У нас в студии есть тоже мама из этой семьи, и хотелось бы задать пару вопросов ей. Первый вопрос, который меня интересует, сколько у вас детей? У меня двое. Спасибо большое. И тяжело ли быть в роли сразу двух родителей, мамы и папы? Ну, изначально было тяжело. Ну, как бы ко всему привыкаешь. Я как бы привыкла уже как бы в роли отца и в роли матери. Ну, как бы я не могу дать своим детям ту любовь отца, которую бы он мог дать. Но я как бы пытаюсь. Ну, я общаюсь со своими детьми на уровне, на том уровне, на каком бы со мной хотели бы я общаться. Я слышу их, интересуюсь, пытаюсь с ними разговаривать и по-взрослой, и по-детски. Но они со мной тоже делятся. Делятся как бы и своей личной жизнью уже делятся. Вот старшему сыну 15 лет, он бы как бы со мной и делится и своей личной жизнью. У него тоже как бы 15 лет как бы у него уже свое пространство. С одной стороны не тяжело, с другой стороны бывает тяжело. Как бы одной как бы поднимать двух мальчиков это как бы не так уж и легко. Спасибо большое. Также есть семьи, которые воспитывают приемных деток. И сегодня у нас есть мама, которая является представительницей такой семьи. И я бы очень хотела задать пару вопросов ей. Для начала можете вы сказать, сколько у вас детей вообще в целом? Ну, приемных двое, своих двое и у мужа тоже двое. В общем, у нас шестеро. Большая семья получается. Вот, я думаю, многих вообще интересует вопрос, как вы решились пойти на такой шаг, взять к себе в семью такого ребеночка? Ну, получается так, что у меня двое детей, у мужа двое детей. Мы хотели общих. Ну, как-то вот так. Больше всего я хотела, конечно, девочку, так как у меня старших два мальчика. Ну, так получилось, что не получилось. Ну, мы решили, как муж сказал, ну, не получается, значит, мы возьмем. Ну, мы девочку в выходе. И тут нам так получилось, что предложили брат и сестра. Не маленькие они уже были. Девочка была в первый класс, пошла только. Мальчик еще ходил в садик. Это было два года назад. Мы, честно говоря, когда нам предложили, это не с нашего края, детки, а со Ставропольского, нам оттуда позвонили. Потому что мы долго к этому готовились. Школа приемной семьи, приемных родителей проходили документацию, все это все. И все как-то, ну, нету, не подходил, ну, не было таких детей, чтобы нам дали. Мы маленького хотели. И тут нам звонят из Ставропольского края и предлагают, говорят, понимаем, мы хотели маленького, понимаем, мы хотели девочку, но тут вот так вот такая семья, брат и сестра. Мы, честно говоря, нам прислали фотографии. Я была дома, муж на работе. я ему отправила эти фотографии, ну, буквально полчаса. Мы, хотя мы на расстоянии были, мы решили, что мы попробуем взять этих деток. Я тут же перезваниваю, говорю, да, мы согласны, мы на следующий день сразу же поехали, встретились с этими детками. Честно говоря, когда их завели к нам, ну, мы посмотрели, они очень похожи на нас были. Ну, вот, как будто это наши детки. мальчик, сын, он сразу пошел на контакт. Дочка чуть-чуть вот скромничала, вообще не разговаривала, ничего. Это был первый день. Через день мы поехали уже с намерением, что мы их возьмем на костевой режим, если они пойдут нам на контакт. На наше удивление, как воспитатели рассказали, они уже в камеры ждали, что мы подъедем, они знали, на какой машине. И когда мы зашли, и они выходят на встречу, даже дочка, она просто, они побежали и обняли нас уже. Это сразу со второй встречи. Вот. И когда мы уже привезли их потом домой и познакомились со старшими детьми, все нас, как говорится, поддержали, и родители наши также, бабушки, дедушки, как говорится, у этих детей они обрели не только маму, папу, они обрели братьев, сестру, и также бабушек и дедушек, чего у них не было. Ну, как-то так, и сложности в этом не было. Они у нас все как, наравне. Мы не разделяем. Если вот со стороны кто-то не знает, что это не наши детки, никто об этом не скажет. И мы не ходим, как говорится, это и не говорим. Ну, кто знает, тот знает все. А вот так вот со стороны и не скажешь, потому что они тянутся к нам, мы тянемся к ним и мы не разделяем. Наши это дети или приемные дети. Абсолютно разделения нет. Спасибо большое. Я думаю, ваша семья вызывает огромное уважение у всех у нас. А сейчас настало время советов и пожеланий. И вновь мы выслушаем обе стороны. Мы поговорили с вами о традициях, но есть ли у родителей, у детей какие-то способы, чтобы расположить друг друга и пойти друг к другу на контакт? Мы поняли, что нужно слышать друг друга, то, что нужно разговаривать. Но, может быть, дети иногда придумывают какие-нибудь штучки, чтобы побольше провести время со своим родителем, чтобы найти время ему о чем-то рассказать. Есть ли у вас такие примеры? Я понимаю, что бывает моей маме сложно пойти ко мне на контакт, и я из-за этого стараюсь частенько сама выйти на него. Бывает, вот я прихожу частенько после того, как я погуляла или после школы, и я вот разулась там, переоделась, и сажусь там, начинаю с ней параллельно разговаривать. Я завожу диалог, рассказываю, что у меня сегодня произошло, и это реальный диалог, получается, а не мой монолог о том, что я вот пересказала весь судей. Я стараюсь с ней обсудить, что у неё сегодня запланированный день, что там она уже сделала, может, мы куда-то поедем на днях из этого разряда, может, у её друзей, что-то, так как, ну, я не скажу, что её друзья мои друзья, я всех её друзей знаю, мне они очень нравятся, и мне интересно узнать что-нибудь о них, как, ну, и наши родители стараются узнать, а что у наших друзей, что мы планируем. И бывает, конечно, у каждого что-то сокровенное, что человек не хочет рассказывать, и чтобы у родителей не было вот какой-то установки в голове, что ребёнок от него всё скрывает, надо порой самому идти на контакт, что-то отдавать. Иногда мне кажется, что самым лучшим способом застройствовать лад между родителями и детьми, это, сказать, небольшое общее увлечение. Например, и я, и моя мама любим читать книги, даже есть, так сказать, маленькая, собственно, библиотека в нашем доме. И часто я могу просто подойти к маме, сказать, ну, ты читала эту книгу, за какое твоё мнение по этому пацанажу или по сюжету? И мы обсуждаем, так сказать, по себе, мы встягиваемся, пересекаем на другие книги, на другие примеры, даже с папой, Папа, конечно, не очень любит читать, но можем смотреть фильмы, он любит смотреть фильмы. И все равно, как бы, общий интерес сплощает друг друга. Я согласна с мнениями ребят, и я думаю, что каждая мелочь сплощает всю семью. Будь то разговор с мамой на кухне по душам, о всех событиях дня, будь то совместный фильм, просмотр фильма, будь то уборка совместная тоже. Все сплощает семью, и я думаю, что и нам нужно предлагать родителям побольше времени проводить вместе, и общаться нужно больше с родителями, понимать их нужно в каких-то моментах, уступать им тоже нужно, и им нужно нам уступать. Спасибо большое за мнение ребят, а теперь мнение взрослых. Есть ли у вас какие-то секреты, может, как вы хотите, чтобы провести больше времени со своим ребенком? Я скажу такую вещь, может, это и не так актуально, но мы оба в одной школе, ребенок приходит вперед меня, и когда приходит, захожу в дом после вечера, после работы, он у меня спрашивает, мам, что нового в школе? И один и тот же вопрос каждый день. Я говорю, ничего, как говорит, ничего нового в школе? Человек, который пришел со школы, у меня этот же вопрос. Я понимаю, что нужно разговаривать, и начинается. А у нас сегодня то было, а у нас... И вы знаете, сначала я нервничаю, как это? Я со школы пришла отдохнуть, и он меня спрашивает про школу. И так я понимаю, что с ним надо пообщаться, и в конце я понимаю, что он меня вывел на разговор, поэтому, наверное, есть этот секрет общения ребенка с матерью, или как. Поэтому у меня вот такой вот секрет, если что. Спасибо. Я как человек, который совсем не любит конфликтовать, могу такой дать совет. Поменьше обижаться. То есть вот все равно бывает такое в быту, да, там не убрал вещи за собой, там не помыл посуду, еще что-то. Пусть это не превращается в большой конфликт, а самое главное, быстренько как бы найти компромисс какой-то и перестать дуться друг на друга, чтобы не затягивать этот конфликт. И тогда в мире опять будет мир и покой. Спасибо большое. Спасибо большое. Хотелось бы поделиться насчет моей семьи. У нас с мамой есть общее хобби, это шитье. Я у нее иногда спрашиваю настолько глупые вопросы, она даже иногда злится на меня по этому поводу. Но все-таки именно вот эти разговоры про шитье, пуговицы, нитки, ножницы, какие лучше нас сплочают. И хотелось бы сказать такой небольшой совет. Найдите общее хобби, где ребенок, например, дочка и мама, отец и сын, это очень сплочает семью. Что можно сказать, что у нас с папой есть общее увлечение, у нас есть с мамой общее увлечение, даже с бабушкой, с дедушкой у нас есть общее увлечение. Допустим, с папой мы очень любим охотиться, ходить на рыбалку, очень любим играть в волейбол, в баскетбол, стреляем с воздушки, катаемся на лыжах. Допустим, с мамой, что мы любим делать с мамой? Мы очень любим пить чай дома. Вечером, это прям непередаваемые эмоции. Вот придешь вечером, такой уставший весь, приходишь, завариваешь себе чаечек, и вы сидите с мамой, общаетесь на самые разные темы, пьете чай с шоколадкой, и все у вас хорошо. Допустим, с бабушкой мы очень часто ходим вместе в горы, мы занимаемся туризмом. Бабушка меня готовила к труслету. Допустим, дедушка — это просто вот мой наставник по жизни, который учит меня вообще, наверное, всему, чему можно. Мы можем с дедушкой разговаривать часами обо всем разном и о политике. И, допустим, о том же туризме. Дедушка сам очень много где побывал. Он был на перевалах Кавказа, допустим, работал там. И поэтому с дедушкой можно разговаривать часами вообще обо всем, и мы с ним это прекрасно делаем. Я его очень люблю, как и всю свою семью. Наши поколения, к сожалению, взрослые считают потерянным. Но не стоит забывать о том, что мы еще не были взрослыми, а взрослые были детьми. Вы знаете, сегодня действительно замечательная передача. Это передача, на которой общаются два разных мнения. И каждое мнение прекрасно, каждое мнение замечательно, оно справедливо. И мы должны найти диалог. И это будет вообще супер. У меня единственная просьба, может быть, это как раз тема следующего разговора. Вот в нашем диалоге здесь не присутствует еще один незримый участник воспитания, хотя он в этом участвует непосредственно и постоянно. Это общество и государство. И мне бы вот хотелось услышать первое, мне бы хотелось услышать мнение детей, насколько в их воспитании участвуют школы и государства. И второе, у родителей, как родители считают, должно ли государство усиливать свое участие в воспитании молодых поколений. Это серьезная тема, эту тему действительно мы должны всегда проговаривать. Потому что у нас есть не только благополучные семьи, у нас есть разные семьи, у нас есть школы, в которых на 500 человек один психолог. У нас есть учителя, которые получают маленькую заработную плату. И, соответственно, отношение этих учителей к работе, ну, примерно, наверное, такое же. Вот эта тема для разговора, подумайте, как организаторы, возможно, это будет тема следующего разговора. Спасибо большое. Вот на такой прекрасной ноте мы завершаем нашу программу. Я уверена, что сегодня мы обсудили все насущные вопросы с подростками и с их родителями. Хотелось бы поблагодарить всех, кто был в нашей студии, смотрел нас у себя дома на диване, а главное, не остался равнодушным. Ну, а мы с вами прощаемся ненадолго, ведь совсем скоро мы соберемся здесь вновь и будем обсуждать новые интересующие нас проблемы. Ну, а я уверена, что у вас есть уже вопросы, которые вы бы хотели обсудить с подростками и с экспертами. Чтобы мы узнали о ваших вопросах, пишите нам вот на этот номер. Мы ждем с нетерпением ваших смс и звонков. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok